Уличные выставки Здравствуйте! В эфире «Город живет» и с вами Мария Савохина. Сегодня вместе с кировчанкой Александрой Ивановой мы прогуляемся по уличным экспозициям города Кировска. И начнем с Куки-Сумчора. Сегодня это микрорайон Кировска, до 1958 года поселок, с которого и начинался апатитовый рудник. У входа в сквер Куки-Сумчор можно ознакомиться с материалами о том, с чего начинался наш поселок, бывший поселок, как строился он, что нового здесь появилось. Школа номер пять, она была в Куки-Сумчоре? Да, она была здесь, потому что я в свое время работала в рудоуправлении. И мы детей из пятой школы возили на Петр Великий корабль на экскурсии. Гадалин начальник рудника Степан Егорыч, великолепный такой человек был. Это первый коллектив, которому какое же звание было. В общем, то же самое, такой сплоченный коллектив, это их спорский рудник. Вообще, дворец культуры, это был центр культурной жизни поселка? Конечно. Марк Сакыш Звягин здесь работал. Да, он отсюда пришел уже потом в Кировский дворец. Это же все очень интересно. Вот даже вот если вот посмотреть на эту фотографию, когда-то мне такую фотографию подарил горняк, бурильщик Джуян Николай Иванович. Вот этот вид сверху, вы посмотрите, это то, что никуда не денешься. У подножья гор. Куда, вот куда. Это только наш Кировский. Сквер открыли здесь в прошлом году. Концепция победила в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Проект был поддержан губернатором региона Андреем Чибисом и включен в региональный план «На севере жизнь». Наш сквер признан одним из лучших скверов России. Ну, имеется в виду место для отдыха, потому что здесь есть все. И для того, чтобы там ребята позанимались на спортивной площадке. Здесь можно поиграть в теннис, можно играть в шахматы. Вообще замечательно. Ну, конечно же, это любимое место отдыха. Куки-Сумчорсов. И очень удачно в концепцию сквера вписались вот эти стенды. Фотографии, информация на них подготовлена историко-краеведческим музеем. И один из них называется «Улица Кировска». Вот здесь центральная улица тоже носит имя Сергея Мироновича Кирова. Так же, как и весь наш город Кировск. Дальше, если подойти сюда, увидим фотографии Лобунцова, геолога, первопроходчик. Там у нас есть Иван Игнатьевич Шелейко, известный доктор. Знают все. Улица его именем названа в Кировске. Потом интересно то еще, что все вот эти вот улицы, они, ну, каждая – это просто история. Кирова – одно, солнечное – другое. Потому что люди жаловались, что солнышка не хватает. Назвали улицу солнечное. Поэтому вот подойдешь к этому стенду, если ты, допустим, гость нашего города или недавно здесь живешь, все можно прочесть, все можно узнать, со всем можно познакомиться. Кино в Хибинах. Первый звуковой кинотеатр появился у нас. Кукольный театр – это тоже мы. И очень много фильмов снималось в Кировске и продолжает сниматься с 30-х годов, если не ошибаюсь. А все сказки «Ролл» тоже были сняты именно в нашем Кировском парке. Если вот так на общем фоне посмотреть, то, наверное, и в силу того, что все-таки это очень интернациональный город, наверное, в силу этого и культура развивалась по разным направлениям и до сих пор это держится. А когда проживали в шалманах и палатках, где первые деревянные домики, избечтальни были, это же все было здесь, потому что люди приезжали. Ну, понятно, спецреселенцы – это одно, но ведь сколько ехали добровольцев, потом уже позже комсомольские отряды приезжали. Начиналось с Нивского каскада, конечно, и тогда наши фабрики. Вторая фабрика вообще была ударная комсомольская стройка. Поэтому наш Кировск – это вот такая действительно жемчужина севера. Здесь собрано все. Фильм сняли по моим стихам. Был вечер творческий к 90-летию Кировска. Так и называется. Я север всем сердцем люблю. На дальнем севере зима. Поля снегами укрыты. Полгода солнышка здесь нет, а только звезды светят. И в то же час, мгновение, то на юге возле мора солнышко золотит, укрытые снегом горы. Еще одни стенды, они уже современные. Да, это социальные проекты компании «Фусагра» и стенды, посвященные Кировскому филиалу акционерного общества «Апатит». Да, ну так наш Кировск очень знаменитый. Здесь спорт, туризм и «Апатит». Вы связаны со спортом в Хибинах? Ой, все время мы катались на лыжах здесь. Когда приехала сразу, а вы знаете, у меня есть лыжи. Не поверите, Александра Тихонова. Я стеснялась к нему подойти. Мы тут с Бобрышевой, Александра Ивановна, она работала учителем в седьмой школе. Это моя подруга. Мы с ней все время катались на лыжах. Ну и естественно, что хировчане особенно коренные все, мои ровесенькие, ну и чуть помоложе. Те, кому по 50, во всяком случае, знают. Там, где улица солнечная, ну вот, там же была пустота. Ну и вот гора. Мы прыгали не оттуда, с верхушки, ну, как спортсмены, а там пониже. Была такая яма за парком. В нее влетаешь, оттуда выбрасываешь. И вот это ущелье называется, называлось «Пронеси, Господи». И поэтому «Пронеси, Господи» тебя аж туда выбрасывает. И тогда, это был 76-й год, тогда после Олимпийских игр приехали сюда, там Коба Цакадзе прыгал, я помню эту фамилию. Ну и вот Тихонов, ну видит две таких господа, мы там от школьниц не отличались. Говорит, ой, а вы занимаетесь горными лыжами или лыжами вообще? Да нет, просто любители. А я думала, что вы спортсмены. Лыжи у меня до сих пор стоят. Мой муж на этих лыжах катался. Ну вот. И подарил дюралюминиевые палки. Это же такой дефицит был, да. Рассказывали, что тоже пока не было лыж таких. У них были такие, как были у меня на Волыне, когда брат делал, сам делал нам лыжи. Там резиновую такую штуковину пробивал от старых галош. И веревкой вот так вот закручивали. А санки? Господи, Боже мой, на санках с горки, так это же думать надо. Да какие еще санки? Я говорю, господи, картонка, сел и поехал. Мы тоже так катались. Ну что, если я приехала в 20 лет? Естественно, мне было это все интересно. Первым в Кировске уличной экспозиции стал оформлять музейно-выставочный центр «Апатит» в 2020 году. Темой стало развитие горного дела на комбинате «Апатит» «Горнятская смена». Каждый сезон содержание меняется. Например, в начале лета работала выставка, посвященная архитектуре города Кировска. А сейчас сотрудники музея организовали экспозицию на курортном бульваре. Туда мы сейчас и отправимся. Любимый город тем хорош, что на другие не похож. В долине он, как на ладошке, там гору поднялся немножко. У въезда храм гостей приветит, с часами башня боем встретит. Горняк музей вас пригласит, расскажет все про пакет. А те, кто камень отыскал, да город Кировск основал. А вверх по лестнице пойдешь, в дворец чудесный попадешь. Промчаться с горки хочешь вниз? Пожалуйста, лишь поднимись, а пробежаться по лыжне. Приятно, здорово вдвойне. Название чудное у гор. Куки-сунчор, да расфунчор. Еще есть и другие чоры. А вообще хибины горы. Время апатита – это выставка, которая посвящена 95-летию предприятия «Апатит». Это ретроспективный взгляд на фундаментальную производственную цепочку. Добыча, транспортировка, переработка камня плодородия в апатитовый концентрат. Сравнение, как выглядели главные производственные площадки «Апатита» тогда и сейчас. Экспозицию дополняет интерактивный проект музейно-выставочного центра «Инфокарта Хибин». Сканируем QR-код на стенде выставки и попадаем на сайт проекта. Здесь видим местоположение того или иного производственного объекта на карте Хибин. Есть архивные фото и дополнительная информация. На этом снимке корпус Ануф-1. Очень интересно было наблюдать из окна. Мы жили «Культура-2». Четвертый этаж, панорама очень интересная. Видели и корпуса Ануф-1. Туда, через подземный переход, который вот здесь справа от Вудевра, там закрыто все зашито, там был подземный переход. В народе метро. Мы так и называли наше Кировское метро. И поэтому метро мы проходили туда за пельменями на Ануф-1, за чебуреками на вокзал ходили. Потом мы ходили туда просто посидеть, ну поближе туда, к озеру. А у меня супруг работал на 15-й подстанции. Это 15-й подстанции центральных электрических сетей «Кулэнерго». И вот туда к нему, когда придешь, там открытая вот эта вот территория все. И оттуда, ну вообще красота какая. Ну ничем невозможно сравнить вот это отражение гор в озере. Это же не только здесь, это и там же можно посмотреть. Это очень интересно. Такие аппетитные вещи вспоминаются с тех времен. Даже вот Кривая столовая наша бывшая, северная гостиница. Ведь здесь же была действительно столовая в полном смысле этого слова. Это были обеды на дом. Это можно было прийти со своими кастрюльками, берешь первое, второе, там все. Это было очень удобно. Особенно для молодых семей, где маленькие дети, муж на работе, жена тут вертится. Мы этим всем пользовались. Воспоминания самые лучшие. Александра Максимовна, а как вы считаете, нужны ли вообще вот такие вот выставки исторические? Обязательно нужны. Это история города. Это воспоминания. Это очень дорого для людей старшего поколения. Ведь есть же те, кто трудился на той же первой фабрике. У них вся жизнь, у кого-то вся трудовая деятельность связана именно с первой фабрикой. Огромное-преогромное спасибо тем, кто принял решение. Вот это вот все доносить до жителей, потому что, ну, не все же всю эту историю знают. А когда люди приезжают к нам, они прошли, посмотрели, они ознакомились с историей, приедут к себе домой и скажут, а вот мы были в Кировске. А на карте Кировск не один, но только по названию. Наш у подножья гор стоит, и в том очаровании. У ног Хибинских гор стоит, где добывают аппетит. Александра Максимовна, а ведь в Кировске есть еще одна уличная выставка, и чтобы ее посмотреть, нужно подняться на вершину горы Айку Авентюр. Предлагаю туда отправиться. Пешком, что ли? Да нет, ведь летом работает канатная дорога горнолыжного курорта. Доедем с комфортом. Поехали прямо сейчас. Это первая выставка на вершине Айку Авентюра. Ее тема – этапы строительства панорамного комплекса «Плато». Некоторые из кадров уникальны и ранее нигде не демонстрировались. Насколько интересно, познавательно, потому что это же не равнина. Это гора, это климатические условия, это перепады температурные и так далее. Это очень важно. Смотришь на вот эту красоту, ну где еще такое есть? Никто не может таким похвастаться. А Кировск может. Уличные выставки – это один из рецептов «Как не стать Иванами, родства, не помнящими». Прогуливаясь по городу, задержитесь у стенда. Буквально за пару минут вы вспомните или узнаете что-то новое, интересное о нашем крае. Ведь мы любим свою родину. Город живет, развивается вместе с вами. Для вас это были Мария Савохина. Александра Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова